МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение седминцев в студии Марины Селенковой. В нашей программе новые весты православного мира за последнюю неделю. Молитва о вразумлении грешников, всероссийский молебен в защиту веры и поруганных православных святынь. Возрождение традиции милосердия в Ялте состоялся традиционный праздник белого цветка. Жизнь во Христе. 60-летие своего архипастыря отметили православные Гродненской епархии. На молитвенное стояние и крестный ход за доброе имя Церкви к Храму Христа Спасителя в Москве пришли более 60 тысяч человек. Решение о проведении всероссийского молебна в защиту веры и поруганных православных святынь было принято Высшим Церковным Советом как ответ на кощунство, совершенное в последние месяцы. Вместе с патриархом молились верующие 17 епархий. Подробности с места событий в репортаже Алексея Макеева. В день памяти святого апостола Фомы, который, кстати, не сразу поверил в воскресение Христа, в стране прошло беспрецедентное событие. Молитвенное стояние в защиту веры, поруганных святынь и доброго имени Церкви. Так Церковь ответила на те бесчинства, которые совершаются в отношении ее святынь. Ответила единственным доступным и приемлемым ей способом – молитвой. У слова «стояние» есть общий корень с другим словом «предстояние». Так вот, мы собрались для того, чтобы предстоять Богу, чтобы молиться об Отечестве нашем, о народе нашем, о молодежи нашей, чтобы Господь оградил ее от дьявольских искушений, соблазнов, внушений, на которые уже когда-то оказался так падким наш народ, погубившим и страну, и само себя. Провести молебен и стояние в защиту веры Церковь решила еще в начале апреля. За последнее время произошла целая серия актов вандализма, отмечают в Патриархии. И это не только скандальное выступление панк-группы Пулси Райт в непосредственной близости от алтаря храма Христа Спасителя. Но, кроме того, 6 марта в соборе святого праведного Прокопия в Великом Устюге неизвестный топором изувечил три десятка икон. Спустя две недели в Покровский кафедральный собор Невинномыска ворвался мужчина с охотничьим ножом. Он избил священника, надругался над иконами и осквернил алтарь. В главный храм страны доставили эти оскверненные святыни, порезанные ножом крест из Невинномыска и две иконы из Великого Устюга, изуродованную этой весной, и другую, простреленную еще в 20-е годы XX века. Патриарх совершил крестный ход от западных ворот храма Христа к северной стороне и призвал не реставрировать поруганные святыни, чтобы они оставались живым напоминанием вечной борьбы добра и зла, света и тьмы. Мы с вами не пришли на митинг. Церковь не проводит митинг. У нас нету с вами никаких плакатов. У нас хоругви, иконы. Мы пришли для того, чтобы помолиться Богу о стране нашей, о народе ее, чтобы больше никогда и ни при каких условиях не был взорван храм Христа Спасителя, не были осквернены наши святыни, не была изолгана наша история, не был извращен наш дух и наша нравственная сила. В патриархии подчеркивают, участие в православной акции сугубо добровольное, никакой политической подоплеки нет. Изначально предполагалось, что собраться могут до 40 тысяч человек. Пришли более 70 тысяч. Многие приехали в Москву из регионов. Впечатление огромное, конечно, произвело. Очень дороже. И в основном, как бы, вот эта вся служба прожила. Объединение. То есть вот чувство единства, это самое главное. Да, самое главное, что мы почувствуем любовь и единство. А много вас из Ржева сегодня приехало? У нас 40 человек. 40 человек. Я бы хотел высказать, чтобы православные люди собирались не только во время нападков на православную церковь, а именно для этого были и другие поводы, чтобы люди православные были более сплочённое общество, было православное. Не только вот, когда такие страшные вещи происходят, как вот осквернение, святыни, с топором вот человек напал, девушки танцевали и так далее. А чтобы просто были для этого всякие светлые поводы. Храм открыт, пожалуйста. Храм открыт, и чтобы больше было православных людей, чтобы люди собирались и общались, и молитвенно общались. Подобные молебны в этот день прошли во всех кафедральных соборах страны. Праздник под названием «Белый цветок» более ста лет тому назад пришёл в Ялту по воле царской семьи и до 1917 года проходил ежегодно. Начиная с 1911 года, вся общественность города, аристократы, местные обыватели, гости курорта спешили в этот день творить добрые дела, покупая символические букетики белых ромашек или маргариток. За такой букетик каждый давал сколько может от нескольких копеек до десятков и сотен рублей, внося свою скромную лепту в дело помощи немощным и недужным. Возрождённый семь лет назад праздник организуется приходом крестовоздвиженского храма или водительским дворцом-музеем. Тему продолжит Светлана Карташова. Яркое событие под ярким крымским солнцем. На территории Ливадийского дворца встретились сразу два праздника. День святых жен Мироносец и праздник благотворительности и милосердия Белый цветок. Обращаясь к женщинам после торжественной архиерейской литургии, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь говорил о мудрости, без которой невозможно воспитание детей и создание женщиной атмосферы любви в семье. Гривинная доля всего ложится на её, я бы не сказал бы, спину, а голову, потому что она должна продумывать всё от начала до конца. Дай Бог вам, дорогие женщины-мироносицы, чтобы вы все жили долго, творили много добра. На сегодня ещё прекрасный повод у нас есть. День белого цветка. Господи, как это необходимо, чтобы милость и истина с Христосом встретились в нашей жизни. Дай Бог, чтобы этот праздник никогда не иссякал. Праздники белого цветка в начале прошлого века помогали всем, кто из-за бедности был не в состоянии справиться с туберкулёзом. Все средства, вырученные в этот день на благотворительных базарах, поступали на счёт Лиги по борьбе с тяжёлыми заболеваниями. Добрая традиция возродилась 8 лет назад усилиями прихода Крестово-Движенского домового храма царской семьи и Ливадийского дворца-музея. И спустя годы забвения вновь появилась символическая белая ромашка. Эти цветы получали те, кто участвовал в благотворительной акции, и деньги от продажи шли на малоимущие семьи. Эта традиция была введена царской семьёй, и хорошо, что она поддерживается и сейчас, в наше время. С каждым годом белый цветок объединяет всё больше людей. И если ещё несколько лет назад ярмарка занимала небольшой Ливадийский двор, то в этом году более 100 метров торговых мест. Школы, вузы, воскресные школы и приходы храма, подделки и картины, ароматная выпечка и всевозможные вкусности. Только в этот день на ярмарке можно выпить настоящее монастырское топлёное молоко. И покупатели, и продавцы в добром расположении духа. Если лотерея, то беспроигрышная, если повелка, то уж точно от всего сердца. Ночами не спали, выходные свои посвящали этому, приходили, ну, ко мне вот у меня дома мы занимаемся, вот, трудились. То есть я считаю, что это очень важно для ребёнка понимать вообще, что есть ещё люди, которым нечего есть, может быть, нечего носить. Вот, и за счёт этого они понимают, что есть ещё что-то, кроме их каких-то интересов. И, естественно, развивается какое-то милосердие у детей. То есть они, как бы, начинают больше любить людей, детей. Вот. Ну и видите, с каким энтузиазмом они бегают, это всё продают. И очень долго они всё хотели сюда приехать. Я считаю, что очень важно вообще и детям рассказывать это с самого детства, что нужно помогать. И помогать просто так. И ничего взамен не требовать за это. Праздник «Белый цветок» является частью программы «Царская симфония», вдохновитель которой – приход Крестово-Движенского храма. И часть этой симфонии звучит нотами милосердия в сердцах участников праздника. В нём участвуют жители всего города и уже других регионов. К нам из Венницы приехали, Севастополь поддерживает. В прошлом году все средства, собранные от праздника, это было 63 тысячи рублей, даже более, были переданы Сестричеству «Милосердие». Итогом совместных усилий стало открытие построенного за два года Православного дома «Милосердие» при Ялтинской государственной больнице. Концерт лучших музыкальных коллективов завершал праздник, средства от которого будут направлены Ялтинскому Сестричеству «Милосердие» святой Срастотерпицу Александру. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Себница», Крым. Крудненская епархия отметила 60-летие своего архипастеря. Епископа Гродненского и Волковыского Артемия. Поздравить юбиляра прибыли архипастерей Польши, Белоруссии и Казахстана. О виновнике торжества и о том, что было сделано за годы его архипастерского служения, материали из Минска. 25 апреля верующие Гродненской епархии поздравляли с юбилеем своего архипастеря, Епископа Гродненского и Волковыского Артемия. В день торжества Божественной Литургии в Свято-Покровском кафедральном соборе города Гродно возглавил давний друг владыки, митрополит Астанайский Казахстанский Александр в сослужении и архиепископа Белостоцкого Игданского Иакова. Епископ Гродненский и Волковыский Артемий несет свое архипастерское служение с 1996 года. За эти годы в Гродненской епархии воссозданы десятки храмов, ведется активно духовно-просветительская работа. Являясь председателем объединения молодежи Белорусско-Православной Церкви и доцентом теологического института БГУ, владыка уделяет большое внимание работе с молодым поколением. Одной из главных забот архипастеря является образование священнослужителей. Все клирики епархии имеют семинарское образование, а священнослужители города Гродно и академическое. Добрососедские отношения связывают Гродненского владыку с епископом Белостоцким Игданским Иаковым. И не случайно, ведь столетия назад Гродно и Белостоцк находились в пределах одной епархии. В начале своего епископского труда Владыка Артемий приезжал к нам и смотрел многие вещи, как у нас делаются. Он говорил, что он этот опыт берет к себе. Сейчас уже, я думаю, что мы можем брать опыт для Польши, как трудиться с верующими, как работать на благо Святой Церкви. Помимо архипастерского служения, Владыка Артемий является председателем объединения молодежи Белорусской Православной Церкви. Он возглавляет молодежные слеты, участвует в крестных ходах, ведет преподавательскую деятельность в Институте теологии БГУ. И вот эта добродушная улыбка, конечно, сразу все полностью перевернула внутри. Это человек, который настолько с первого раза становится близким, родным. Вначале для меня это было такое представление катехизиса, нечто такого сухого изложения вероучения. Но ему талантливо удалось это все, придать живость. И уже когда это уже стало историей моей жизни, конечно, ну, я думаю, жизнь буду не забуду. Первый студент на университет опомнит Гронинского владыку просто как отца Александра, клирика Минска Александра Невской Церкви. Многие, многие, во-первых, выросли на его проповеди. И по сегодняшний день, хотя он уже давно, у него своя кафедра, он служит в другом месте, люди помнят, вспоминают, и тепло, и добрым словом о нем отзываются. Епископ Артемий болеет душой за веру и церковь, за священнослужителей и их паству, за молодое поколение. Люди воспринимаются сегодня как какое-то, ну, скажем, культурное наследие, хорошее, интересное, полезное, красочное, вдохновенное. Но не жизнь во Христе. А религия – это очень глубокая сущность. Это не национальная идея, это не идеологический предаток, это не культурное наследие, это жизнь во Христе. Тарас Иванова, Анна Голковская, Матфей Родов, информационный бюро программы «Седмица», Минск. Уменьшенная копия собора Василия Блаженного, сделанная из песка, появилась в Московском музее-заповеднике Коломенска. 1 мая там открылась выставка песчаных скульптур под названием «Великая история России». Мастера из России, Польши, Италии, Испании и Ирландии представили монументальные скульптуры, демонстрирующие образы русских воинов в сценах крупнейших русских сражений. Ледового побоища, Куликовской битвы, Бородинского сражения, Полтавской битвы и Отечественной войны 1812 года. Самая большая скульптура из песка высотой 7 метров. Она посвящена великим русским писателям и поэтам. Также посетители увидят образы знаменитых людей, внесших свой вклад в историю России. А теперь в нашей программе интернет-обзор. С ним вас ознакомит Анатолий Басов. Субтитры создавал DimaTorzok Обращение ко всем прихожанам, которые готовы оказать помощь Святой Христовой Церкви в Косово и Метохии. Вот уже два десятилетия на сербской земле не прекращается страшная трагедия. Православный народ Косово и Метохии вытесняют с его родных исконных земель. За последние годы множество христиан убито, немало храмов и монастырей поругано и разрушено. Это беззаконие продолжается до сих пор. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла начался сбор помощи для монастырей и храмов в Косово. На сайте Православия.ру открыта страница, где можно найти всю необходимую информацию. Психологи противопоставили веру в Бога аналитическому мышлению. Подробнее об этом читайте на сайте Седмица.ру. Письмо бывшего адепта секты Надежды Антоненко. Секта Рожана. От родов на дому до нанесения тяжких телесных повреждений. Девочка Эмма покончила с собой на стройплощадке. Участница Оренбургской секты, развращавшей детей, может получить пять лет. Сектовед Александр Дворкин и протаиерей Дмитрий Смирнов. Диалог под часами. С такими публикациями знакомит информационно-консультационный центр священомученика Ирине Ильонского. Презентация медиапаспорта. На Днепропетровщине представили первый региональный информационный сайт, цель которого – помочь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, обрести семью. На сайте размещены все необходимые сведения о детях-сиротах и представлена полезная информация для потенциальных приемных родителей. Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее в программе Седмица. Государственные дети или 100 тысяч ничьих. В Киеве открылась выставка фотографий детей-сирот. Честь и слава. Днепропетровский Свято-Георгиевский храм-памятник в честь погибших сотрудников правоохранительных органов отмечает юбилейную дату. Деревянные храмы в миниатюре в стенах с барышского замка. Мастер из Львова представил 40 макетов церкви Закарпатья. Выставка уникальной фотографии детей-сирот под названием «Государственные дети» или «100 тысяч ничьих» состоялась в Киеве. Цель экспозиции не просто обратить внимание на детские дома, но и понять истоки и объяснить явления сиротства в Украине. Ведь большинство таких детей имеют родителей или родственников, но все равно оказались перепорученными государству. По мнению организаторов выставки, это происходит потому, что в Украине утрачена культура большой семьи. И в этом главная причина того, что сотни тысяч детей, имея родственников, становятся сиротами. Подробнее в сюжете Марины Стегонцовой. За этими солнечными улыбками спрятались горечь и тоска. Сегодня эти дети имеют практически все, кроме одного – родительского тепла. На днях арт-холл «Кайрос» представил уникальную выставку фоторабот Ольги Богомолец «Государственные дети» или «100 тысяч ничьих». Снимки были сделаны во время всеукраинского марафона здоровья. В Севастополе ко мне подошла девочка. Ее портрет есть в этом зале. Она подошла ко мне, а передо мной лежали фотоаппараты дермосков. Она начала дергать меня за халат, я обернулась к ней. Она мне и говорит, тетенька, сфотографируйте меня, пожалуйста. Может, какая-то другая тетя меня увидит и заберет. С того момента Ольга Вадимовна фотографировала каждого осмотренного ею ребенка. И к завершению марафона у нее было уже несколько тысяч снимков. На выставке представлено 160 работ. Ими доктор захотел не просто привлечь внимание к детским домам и воспитанникам, а прежде всего понять истоки и объяснить явление сиротства в Украине. Ведь у большинства таких детей есть родители или другие родственники. Но все равно они оказались перепоручены государству. Сегодня таких детей в Украине более 100 тысяч. Покидая стены интерната, лишь один процент из них находит свой правильный путь в жизни. К сожалению, в Украине продолжает существовать интернатная система. По моему мнению, интернат является местом несвободы. Как тюрьма, колония или СИЗО. Конечно, дети там накормлены, одеты и у них есть крыша над головой. Но у них нет главного – родительской заботы и любви. Они не знают отцовской и материнской ласки, родительского тепла. Они не подготовлены к семейной жизни, к жизни непростого, жестокого мира. По мнению Ольги Богомолец, основная причина социального сиротства в Украине – это не социально-экономический фактор. Она скорее в ментальности и недостатке культуры. В Украине культура большой семьи, рода, к сожалению, утрачена. И не существует школы, способной ее восстановить. И в этом главная причина того, что сотни тысяч детей, которые в большинстве своем имеют родственников, попадают в интернаты. У них все было, возможно, больше, чем у тех детей, которые живут в родинах. У них все было. Возможно, даже больше, чем у тех детей, которые живут в семьях. Единственное, чего не было у них – это родительская забота и тепла. И еще у них не было ответственности. У всех детей, которые живут в семьях, всегда есть ответственность за тех, кто их воспитывает, за своих родителей. А у этих деток, которых воспитывает государство, не было ответственности за государство, которое их воспитывает. Для того, чтобы поменять это отношение, нужно разрабатывать и внедрять новые альтернативные формы семейного воспитания. Например, создание приемных семей, которых в Украине в последние годы становится все больше и больше. В результате существенно сокращается количество детей, лишенных родительской заботы. Уровень развития и социализации в таких семьях гораздо выше, чем при воспитании в интернате. Представив обществу свои фотоснимки, Ольга Богомолец надеется, что у людей изменится отношение к этой проблеме. Ведь самое главное, что нужно детям – это папа и мама, которые подготовят их к взрослой жизни. Днепропетровский Свято-Георгиевский храм-памятник в честь погибших сотрудников правоохранительных органов отмечает юбилейную дату. В этом году исполняется ровно 10 лет, как под сводами этого мемориального храма возносится молитва за погибших милиционеров, отдавших свои жизни в борьбе с преступниками закона. Об истории уникального храма в сюжете Анна Регульской. Как рождение ребенка в каждой семье является прекрасным событием, так и рождение новой святыми храма – это важный момент в жизни общества. 10 лет назад в Днепропетровской епархии родился изумительный по красоте храм святого великомученика Георгия Победоносца. Этот святой является покровителем воинства и всех людей, защищающих Отечество, не щадя своей жизни. Именно поэтому в Днепропетровской епархии храм, построенный в память погибшим сотрудникам органов внутренних дел, освящен в его честь. Мы не были, конечно, первым храмом, построенным в милиции, но этот храм действительно, я скажу так, был по-настоящему выстрадан, вымолен верующими людьми. В 2000 году была произведена закладка храма, а в 2001 году, как раз приурочено ко дню милиции, в декабре месяце состоялось освящение. Неслучайный храм в честь покровителя воинов святого Георгия воздвигли работники милиции, чье призвание – истово бороться со всем, что мешает обществу жить по человеческим и божьим законам. Символично, что храм строился в то время, когда министром внутренних дел был Юрий Кравченко, начальником управления МВД Днепропетровской области был Юрий Смирнов, а ответственная миссия по строительству святыни была возложена на плечи Юрия Черкасова. В этом храме обеспечены фамилии погибших наших товарищей, наших друзей. Отныне на этом месте мы будем принимать воинскую присягу, присягу на верность независимой Украине. Храм в честь Георгия Победоносца называют также мемориальным. С 2002 года во время каждого богослужения здесь вспоминают погибших работников органов внутренних дел. На стенах, на двух огромных гранитных досках начертаны их имена. Молясь за них, мы всегда поминаем тех, кто душу свою за други свою положил, за спокойствие граждан этого города, за спасение от тех или иных обстояний в борьбе с преступностью, с криминалитетом, тех, кто сложил голову в честной и такой благородной борьбе охраны общественного порядка. Особое почитание святого Георгия Победоносца на Руси ввел Ярослав Мудрый. В 1030 году, после победы над чудью, он построил Юрьев храм под Новгородом. В 1036 году, после победы над печенегами, основал в Киеве монастырь святого Георгия. На Руси его почитание было настолько великим, что знаком отличия храбрецов людей, которые воевали и проявили доблесть, был как раз учрежденный при царской империи, при царской России, орден святого Георгия Победоносца. Орден святого великомученика и Победоносца Георгия был одной из наиболее чтимых в русской армии военных наград. Ордену удостаивались офицеры, совершившие воинский подвиг, который уменьшался полным успехом сражения. За всю историю ордена всеми четырьмя степенями были награждены только четыре российских фельдмаршала. Получить орден святого Георгия было исключительно трудно и почетно. Черные и оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы. Символично, что полный разгром фашистской Германии пришелся на праздник Георгия Победоносца, и что ее капитуляцию 8 мая 1945 года принял маршал Георгий Жуков, который руководил победными сражениями Великой Отечественной войны. Очень символичным было то, что победа русского народа в Великой Отечественной войне как раз пришла на эти пасхальные майские дни и День Святого Георгия. Это, наверное, как-то имеет таинственное значение. На православных иконах принято изображение Святого Георгия Победоносца как всадника, поражающего копьем змея. Этот символ победы – добра над злом, то, к чему призваны люди в погонах. Сегодня в сложной криминальной обстановке милиция продолжает нести службу по борьбе с преступностью и терроризмом, охраняя нас с вами. Помогаем Бог! Анна Ригульская, Тарас Иванов, программа «Седмица». 40 макетов деревянных храмов Украины отныне будут иметь надежную защиту за стенами с барышского замка. Макеты деревянных церквей выполнил сотрудник Львовского музея этнографии Михаил Яцкевич. Взяться за кропотливую, но очень интересную работу художника заставило непреодолимое желание защитить стареющие жемчужины архитектуры от абсолютного забвения, многие из которых остались только на фото. Всего Михаил Яцкевич создал 150 макетов храмов Украины 17-19 веков, которые были возведены на Гуцульщине и в Закарпатии и демонстрируют различные школы и типы сакрального строительства. В июне выставка макетов храмов побывает в Вишневецком дворце, а затем вновь вернется в Збарышский замок. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова